Этикет справления нужды Нельзя заходить в туалет с чем-то, в чем есть поминание Аллаха, как Кур'ан или же какие-то исламские литературы Нельзя ему поминать имя Аллаха в туалете Нельзя ему заходить в туалет в любую вещь, в которой есть поминания Аллаха, как книги и тому подобное Когда справляется с большой нужды, нельзя поворачиваться ни лицом, ни задом кыбле Ему надо скрываться от глаз людей во время справления нужды Ибо заходят в туалеты, где закрываются двери А если же он где-то на улице, то прячется за деревом, за стеной, за машиной Или же просто отдаляется, если ничего не находит Дозволено мужчине справлять малую нужду стоя при двух условиях Первое, чтобы он был убежден в том, что его сравные места не будут видны другим людям Второе, чтобы он был обезопасен от того, что брызги не попадут на него Нельзя ни в коем случае справлять нужду в тех местах, в которых можно принести тем самым неприятности людям То есть, как, допустим, в том месте, где люди сидят, отдыхают Нельзя мочиться в стоячую воду, то есть, которая не течет Точно так же, когда заходит в туалет, заходит туда левой ногой и выходит правой ногой До того, как заходит в туалет, говорит «Бисмиллях» «О Аллах, я прибегаю к тебе от женов мужского и женского рода» Когда выходит, просит Аллах прощения, говорит «Уфрана» Когда он заканчивает справление большой нужды Он обязательно должен очистить свое место, то есть, откуда у него вышли И эти места бывают от двух видов Первое, либо моешь водой, и это понятно Второй способ, это человек, допустим, когда подтирается либо бумагой, либо материей, либо листьями деревьев и тому подобное И в этом есть некие условия Чтобы это была чистая вещь, которой ты подтираешься, и не было начисом Не должны быть уважаемые какие-то вещи, то есть, нельзя ни в коем случае, допустим, книги какие-то научные или же листы из Курана, тем более Ни в коем случае не должно это быть едой людей или едой джинов, или людей скотины, которые держат люди, или едой для скотины, которые держат джины Когда человек протирается, он должен обязательно протираться трижды, либо тремя салфетками, либо тремя камнями Если человек очистился после этого, то достаточно Как человек может узнать, что потираясь, он уже достаточно чистый стал? То есть, он смотрит на салфетку, что на ней нет следов Если же он увидит, что следы осталось, тогда ему надо добавить Пока не очистится Если, допустим, он подтерся шесть раз и очистился Желательным является седьмой сделать, чтобы был нечетный количеств, или же никакого греха на нем не длится Правой рукой нельзя прикасаться к половому органу Если вы хотите, например, получить что-то в других местах, то он должен выбрать те места, где они будут прыжки попадать на его одежду Человек в вопросе омывения должен быть на золотой середине То есть, не должно быть у него излищество, или же попадать под наущение шайтана Точно так же не должен проявлять халатность в охарате в омывении